Привет всем! Вы на канале Нитка Ки-Зет, меня зовут Жанара и это видео мастер-класс по вязанию сумочки спасательный круг. Я назвала ее так из-за ее красивой круглой пухленькой ручки. Такая форма сумки очень популярна в 2023 году, а круглая лаконичная форма, ничего лишнего. Очень простой дизайн, простые застежки и магнитные кнопки, но при этом сумочка удобная и вместительная. Давайте измерим нашу сумку. По размеру она получается высотой 35 см, шириной 31 см и высота без ручки 18 см. Если вы живете в Казахстане, то можете приобрести наши материалы через Marketplace Каспий Магазин. Наш магазин называется Нитка Ки-Зет. В описании под видео я оставлю ссылку на наш магазин. Итак, для вязания сумки нам понадобятся материалы. Трикотажная пряжа Алтын или другая. У меня пряжа Алтын, цвет Тиффани, толщина нити 7-9 мм, мне понадобится 2 мотка. Крючок для вязания номер 6 и 2 магнитные кнопочки. В начале мы оставляем короткий кончик сантиметров 10, набираем цепочку 21 воздушная петля. Набрали цепочку 21 петля, теперь вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем, вводим крючок во вторую петлю, за заднюю полупетельку и провязываем столбик без накеля. Итак, продолжаем вязать до конца ряда, всего 20 столбиков без накида. Закончили первый ряд, 20 петель. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем наверх и спрячем его во время вязания второго ряда. Во втором ряду в первую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Затем вяжем 18 столбиков без накида до последней петли и в последнюю петлю мы тоже делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы подошли к последней петле, провязываем прибавку. Итого у нас получается 22 петельки. Далее мы вяжем еще 12 рядов по 22 петли в каждом ряду. Закончили. Давайте посчитаем вместе. Здесь мы с вами связали 12 рядов без прибавок, а все вместе у нас получается 14 рядов. Также мы можем посчитать их попарно, это 7 пар. Далее продолжаем, как всегда делаем воздушную петельку в конце ряда. Теперь вводим крючок только за одну полупетлю и провязываем соединительный столбик. Итак, продолжаем вязать до конца ряда всего 22 соединительных столбика. Закончили. Связали 6 рядов по 22 соединительных столбика в каждом ряду. Давайте измерим. Получается длина примерно 26 сантиметров, высота 18 сантиметров. Кончик нити отрезаем и прячем его внутри сумочки. Нам нужно связать еще одну точно такую же деталь. Связали еще одну такую же деталь для сумки. И пока откладываем их в сторону, далее мы будем с вами вязать боковую деталь вместе с ручкой. Оставляем кончик нити примерно 20-30 сантиметров. Набираем цепочку 9 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем. Вводим крючок во вторую петлю и провязываем 8 столбиков без накида. Вяжем первый ряд. Не забывайте в конце каждого ряда делайте воздушную петельку для подъема следующего ряда. Во втором ряду вяжем точно так же 8 столбиков без накида. И так же мы продолжаем с вами вязать его в высоту. Я вяжу всего 96 рядов по 8 петель в каждом ряду. Мы закончили, связали 96 рядов. У нас получается вот такая длинная полоска. Можно считать каждый ряд по отдельности, либо можно посчитать попарно. Это 48 пар. Теперь нам нужно отрезать кончик нити, но мы должны оставить длинный кончик примерно 4,5 метра. С помощью этого кончика мы будем пришивать боковую деталь к сумке. Если вдруг у вас не хватит этого кончика нити, вы можете присоединить новую нитку. Ничего страшного. Закрываем последнюю петельку и вытягиваем нитку. Также давайте измерим длину нашей детали. У вас длина может немножко отличаться. У меня получается примерно 117 сантиметров. Мы берем ниточку, которая у нас осталась в начале вязания. Переводим ее на правый передний угол, так, чтобы она у нас находилась впереди. Не позади работы, а впереди. Затем прикладываем два края этой детали вместе и аккуратно пришиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я поставила маркер, чтобы показать, на сколько рядов нам нужно пришить стенки сумки. У меня это получается 56 рядов. Я отмечаю маркерами с двух сторон. И вот здесь у меня 40 рядов остается. Это будет ручка сумки. Теперь давайте посчитаем здесь. Вот так полностью по окружности с трех сторон у нас получается 56 петель. 54 петли это мы считаем каждый ряд и еще 2 петли у нас приходится на уголки. Уголки мы тоже будем пришивать. Вводим крючок за угловую петлю и делаем первый стежок. Теперь вводим крючок в следующую петлю на боковой детали и в следующую петлю на детали стенки сумки. И делаем следующий стежок. Итак, продолжаем. Вводим крючок в боковые петли и пришиваем их друг к другу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы почти закончили. Пришили одну сторону сумки. Здесь я вам хотела показать. Вот у меня маркер и последняя петля на стенке сумки. Это будет у меня угловая петля. Пришиваю их вместе и ниточку не отрезаю. Далее делаю стежки только на стороне ручки сумки. Далее делаю три стежка, то есть на три ряда вверх прохожу. И теперь мы сшиваем ручку. Складываем ручку пополам. И зашиваем боковые стороны. Продолжение следует... 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 Теперь нам нужно пришить магнитные кнопки. Кнопочки состоят из двух частей. Прикладываем их симметрично напротив друг друга. Прикладываем ее на одинаковом расстоянии от края. Пришиваем вручную с помощью швейной нити такого же цвета, как пряжа или как я. Прикладываем прозрачную мононить. Это такая тонкая леска. Прикладываем прозрачную мононить. Прикладываем прозрачнуюâte. Пришиваем с магнитным кнопкам. вот так сумочка выглядит в застегнутом виде и на этом мы заканчиваем вязание нашей сумочки заканчиваем наш видео мастер-класс как я уже и говорила, по размеру сумка получается высотой примерно 35 сантиметров высота самой сумки 18 сантиметров и ширина 31 сантиметр надеюсь вам понравился этот видео мастер-класс желаю вам приятного вязания обязательно отмечайте меня на ваших работах в инстаграме подписывайтесь на мой канал пишите в комментариях какие еще мастер-классы вы хотели бы увидеть на моем канале всего вам самого наилучшего и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok